чеченский язык наиболее многочисленный из навских языков но повторяю обычный дисклеймер я не владею этим языком вообще это лекции по сравнительному языкознанию то есть тут цель по грамматикам по описаниям выяснить чем один язык от другого отличается то есть тут не цель что-то там обучать тем более то есть моя цель просто разобраться чем отличается именно тот или иной язык вот в чем его специфика чеченский язык распространен в основном в чеченской ингушской республиках также в дагестане и азербайджане грузии и диаспоре численность очень по-разному оценивается вот у меня источник 99 года где оценивать это 900 тысяч чеченцев википедии полтора и 2 миллиона я видел цифры при таком разбросе мне трудно сказать численность как правило двуязычный то есть все свободно владеют и русским и чеченским и большинство носителей создана советскую эпоху как литературный язык то есть кодифицирован настоящее время полностью функционален то есть функционирует радио телевидение печать театры имеются большое количество художественной всякой научно-технической научно-популярной литературы имеется республика которая это все издает преподается в начальной средней школе насколько я понимаю в узах параллельно с русским языком имеется университет который готовит кадры преподавателя чеченского языка литературы в интернете есть какое-то количество учебников но мне кажется маловато по сравнению с другими языками возможно там в республике на месте много учебников чеченского просто вот доступность в интернете я попытался за последнюю неделю ознакомиться конечно с языком на практике учебника все-таки маловато сделали онлайн-курс единственный мне кажется на ю тубе нашел вот кажется это казахские чеченцы для детей вот там можно какой-то степени послушать хотя бы язык чтоб какой-то опыт иметь его минимально письменность первоначально на арабской основе пытались сделать затем как обычно языков кавказа сначала на латинскую графику потом на русский алфавит переводили сейчас действует на основе русского файта довольно похожие на основные письма на основе русского файта которые делали для языков кавказа видим по какому-то одному шаблоне пытались то есть там ряд согласных фанель которые совсем не походят на русский передается как сочетание согласных по принципу использование латинского алфавита допустим там для немецкого или для английского там тоже сочетаниями передаются различные звуки, его тут тоже так сделали. Фактически это латинская модель, но она перенесена в кириллицу. Что касается гласных, много гласных, как я уже говорил, этим отличается от остальных кавказских, которых их мало. Общинахские языки отличаются, и сеченские, и ингушские, и бацбийские. Гласные противопоставлены по долготе краткости, открытые, закрытые, очень много дифтонгов. И также вот есть эти звуки э-ю, умлеутирные такие, э-э, которые как в тюркских языках, и вот они также довольно развитые у многих тоже бывают. Спорят, как это все возникло, потому что обычно в кавказских языках малогласных, ну, споры оставляю ученым. В общем, вот это отличие серьезного языка от соседних языков. Что касается согласных, они попроще, чем в абхазских, но тоже есть вот группа абруктивных, которые в большинстве кавказских есть, вот этим отличаются. И также развитые, вот по сравнению со славянскими, развитые увулярные, фарингальные, ларингальные, то есть различные звуки, которые произносятся либо каким-то язычком, вот этим кхатом, либо горлом и так далее. И поэтому язык на слух славян обычно выглядит такой гортанный и так далее. Просто много таких звуков. Их в арабском много. Это, в принципе, это нормально, просто это для славян ненормально, что у них не развита вся вот эта задняя часть языка. Они в основном передней частью языка и средней говорят. Задней частью языка тоже много чего можно сказать, и это вот в чеченском представлено. Ударение на первый слог основы. Имеется редукция безударных, особенно в конце слова. Я за последние дни наслушался. Почти пропадает почти всегда гласный последний в слове. То есть он пишется, но почти не произносится. Сильная редукция на самом деле в чеченском. Но вот первый слог четко произносится, на который падает ударение. Могут иногда и даже согласные пропускать. По крайней мере, вот в том материале, в котором я прослушал, который перед этим клипом. Развитые чередования гласных при изменении, облаутные. Примерно того же типа, как в старых индоевропейских языках, типа латыни. Вообще походит на латынь по всей своей этой структуре, по всей своей сложности и по ряду моделей, которые употребляются в чеченском. Агглютинативно-фликтивный язык. То есть есть агглютинативные модели, есть большое количество фликтивных изменений. Но мне кажется, больше фликтивный сейчас, по крайней мере, в современной форме. Скорее фликтивный язык. Шесть грамматических классов. Уже в обзоре по нафским языкам говорю, что это такой вот показатели. Классно-числовые аффиксы они называются. Ну вот первый и второй походят на мужской и женский род. То есть в первом классе мужчина, во втором женщина. И все четыре остальные походят скорее на средний род. То есть тут нет какой-то дифференциации по полу. Но они очень обширные и они охватывают большие группы все. существительных. То есть это трудно со средним родом сопоставить. То есть вот шесть классов. Они так, в общем, называются. Шесть классов. Вместо родов вот эти классы. Все существительные распределены по одному из шести грамматических классов. Что касается множественного числа. Вот примеры. Показатели есть и H, и R. Но больше, конечно, H. При присоединении показателей часто происходит чередование. То есть изменение основы. Там другой гласный появляется и так далее. Есть сублетивные формы. То есть совсем неправильные. Наиболее известный стак человека нах люди. То есть от совсем другой основы может образовываться. Множительное число. Но, честно говоря, и в арабском та же ситуация. То есть это часто сложно достаточно образуется с чередованием множественного числа. Вот числительные. Числительные составные образуются по 20-ти ричной схеме. Как в абхазском и как многих других кавказских. То есть по 20 считают. Девять падежей. Вот парадигма. Ну, то есть, в общем-то, есть показатель, но он по-разному присоединяется. Поэтому выделяется вот четыре типа слова изменения существительных, так скажем, в чеченском. Эрогативный падеж есть. С этим есть эрогативная конструкция. Он отличается от именительного. То есть субъект может быть эрогативным либо именительным в зависимости от того, переходный глагол или нет. Я об этом много раз говорил, поэтому не буду повторяться. Есть винительный. Местный падеж развит. Имеется 25 послелогов, которые уточняют значение местного падежа. А также есть производные формулы вещественного и сравнительного падежей, которые уточняют их значение. Пространственные ориентации в основном за счет послелогов или падежей формируются. Есть личные местоимения, парадигмы их изменений. Причем различается множественное число «мы с нами» или «мы без вас». Разные слова будут. Вот как раз вся эта парадигма. Глагол. Вот почему я говорю, что походит на латынь? Потому что латынь примерно так же устроена. То есть есть вот три основы глагола. Инфинитивы, настоящего времени и в принципе вот это перфектно. То, что вот тут прошедшее совершенно, это перфектно. И нужно запоминать, от какой основы образуются какие формы. Вот допустим, от основы инфинитивы такие-то формы. От основы настоящего времени другие формы глагола. Вот так устроена латынь. И примерно вот та же схема и здесь. Есть глагольный вид, то есть совершенный и несовершенный. Очень развитое наклонение. То есть изъявительное, повелительное, потенциальное, реально условное, нереально условное, желательное и вопросительное. Много наклонений. Причем внутри наклонений тоже, допустим, у повелительного наклонения могут быть очень много суффиксов, которые разные оттенки повеления выражают. Там, допустим, поручаю это что-то сделать. Или немедленно требую, чтобы ты сейчас это все сделал. Или там, вежливо тебе советую, чтобы ты что-то сделал. Все это разными суффиксами выражается. То есть в повелительном наклонении много оттенков очень в чеченском. Различные залоги. Довольно много их тоже перечисляются. Есть обычные вот эти страдательный, пассивный и номинативный непереходный. Но также есть тирогативный залог разных видов, объективный залог и так далее. То есть синтаксис в связи с наличием разных сложных залогов своеобразный достаточно. Что еще можно, если вкратце? Словообразование. В основном словосложение, но также развитые суффиксы и приставки. Синтаксис, пожалуй, характеризовал уже для всех навских. Поэтому, пожалуй, смысла нет. То есть есть номинативные, эрогативные, эффективные конструкции. Глагол на конце уже все это, в общем, говорил. И вместо предаточных часто употребляются причастные и депричастные обороты. Что касается заимствований. Вот у меня примеры из советского обзора языки народов СССР. Тут выделяется исконный слой. Вот он. Но вот это как раз самые простые слова, которые во всех курсах чеченского сразу дают обычно. Вот они тут и перечислены. Обычно вот с них и начинают учить. Это коренные, исконные слова. Нахские. Кроме того, имеется много заимствований. Вот это советский учебник, поэтому здесь перечислены русские заимствования. По моему личному опыту довольно много арабизмов. Я прослушал много примеров чеченского в последние дни. Арабизмы четко заметны. И они обычно в тех обычных сферах, каких в мусульманских языках. То есть религия, культура, абстрактные понятия там, дунья та же. И вот все вот такое. Эти арабизмы все присутствуют, как обычно, в мусульманских языках. Ну вот, пожалуй, все. Диалекты я не характеризую. Это просто краткая обзорная характеристика чеченского. Продолжение следует... Продолжение следует...